Так, ну что ребят, всем привет! Сразу после этого видоса записываю следующий по поводу того, какие монеты купить. Я увидел, вы набрали 300 лайков под предыдущим видосом, какие монеты закупить на падении. Ну и соответственно под этим видосом я жду 600 лайков и как только выходит отличный проект, доказавший свою честность и надежность, на котором можно делать большие деньги, это inlex.io. В этом проекте работает топовая команда по трейдингу, что показывает одни из лучших результатов на рынке кайпты. В день на этом проекте можно делать от 3 до 9% ежедневной прибыли с возможностью в любой момент вывести весь вклад с дивидендами. Я лично вложил в данный проект 1,5 эфира, то есть 7000 долларов и получаю ежедневно по 6% прибыли. Могу с уверенностью заявить, что проект надежный, быстро обрабатывает выводы и дает людям хорошую возможность заработать. Ссылка на проект в описании под роликом. А как только, вернее, набирается данное количество лайков под видосом, то соответственно я выпускаю третью часть, какие монеты стоит закупить на днище. Ну а кто хочет получать рекомендации своевременно, можете присоединиться в закрытый клуб, как раз 50% скидка сейчас действует. Ну и, соответственно, мой курс, который я уже давно хотел выпустить, соответственно он вышел. Первая его часть, вернее, ознакомительная для новичков и, соответственно, там все базовые понятия, все чисто без воды, как вы это любите. Ну и, соответственно, сейчас он стоит 100 баксов, скидка на него 50%, после нового года он уже будет стоить 200, а то и дороже. Вот, поэтому учитывайте данные факторы. Кто хотел, можете как раз перед Новым годом сделать себе такой подарок. Можете изучать его хоть летом, хоть, я не знаю, хоть в конце 2022 года. Можете приобрести сейчас, а потом уже решать, когда его изучать, потому что потом цена, естественно, будет расти. Вот, потому что материал действительно ценный, и я считаю, что я вообще за бесценок его отдаю. Ну и то, потому что новогодние скидки, я решил сделать такой бонус. Вот, поэтому, кто хотел приобрести, пишите в личку, если, ну, кому не интересно, можете проматывать и слушать дальше. Вот, поэтому, по поводу монет, какие я хотел посоветовать. То есть, я уже, понятное дело, говорил в прошлом ролике про разные монеты. Ну, понятное дело, многие там мне написали в комментах, что да, это может быть монета XVS, но отчасти так и есть. То есть, одна из монет, угадали, да. Вот, я все еще докупаю данную монету, уверен, что по ней будет рост. Я уже неоднократно рассказывал, почему. Я не вижу смысла повторяться, кто захочет, найдет мои ролики, там топы и так далее. Вот, накопление 7 месяцев, плюс ее возят, плюс там были негативные новости, я уже неоднократно показывал. Потом там был позитивный новостной фон, то есть, об этом в курсе я тоже говорю. Вот, как манипулируют при помощи новостного фона, как избежать фома, там и так далее. Поэтому, как видите, здесь был негативный новостной фон, ну и, соответственно, потом был позитивный. Поэтому ничего тут удивляться не надо и все будет отлично. И потом там начали резко выходить какие-то новости, что, ребят, докупайтесь по монете. Поэтому это первая монета на рассмотрение. Сейчас я не докупаюсь, я еще жду, потому что на данном этапе рынок сильно льют и я жду какого-то хотя бы минимального отскока. Вот, первая монета понятна. Дальше, соответственно, какую монету также я советую на текущем этапе закупить. Это монета Диа. Многие, я думаю, может быть, слышали про нее. Кто-то говорил и, может быть, даже из блогеров, что она там, я слышал и в Твиттере, кто-то говорил вообще, что она чуть ли там не 70 долларов будет стоить в конце этого года. Но это сомнительная инфа, то есть, что она сделает 70 тексов, учитывая ее предыдущую волатильность. То есть, что такое волатильность, тоже я подробно рассказываю в курсе. Но если вкратце, то, соответственно, движение монеты. Вот, как она себя ведет на графике и насколько быстро она дает рост. Вот, поэтому, либо тоже падение. Поэтому, и учитывайте, что падение обычно идет быстрее, чем рост. Вот, об этом тоже все объясняется в курсе. Вот, поэтому на текущем этапе она пришла практически к тем же отметкам, где и была. Откатилась там почти на 80%. Поэтому, как раз зона такого жирного покупателя вот у нас находится. Если кто не видит, вот здесь вот можно начинать потихоньку и откупать. То есть, у нас была зона, в принципе, вот здесь вот уже такая подготовительная. Ну, а, соответственно, на текущем этапе в целом можно докупать вот как раз в этом районе, куда мы, соответственно, и падаем по вот этим ценам. Поэтому, можно будет закупить ее на днище. Вот, сколько иксов потенциали может дать. То есть, ну, я жду возвращения на предыдущие отметки. Если от этих, ну, как раз это 2 текса, то и 4 можно будет забрать. Вот, я думаю, с этим понятно. Следующая монета это комода. Меня многие про нее спрашивали, в том числе я тоже ее докупал. Тоже верю в рост. Ну, такая более активная зона покупателя у нас будет вот здесь. Вот, поэтому в районе 0.5-0.65. Вот, понятное дело, вот здесь можно сказать, что тоже такая хорошая зона для покупателя. Но здесь она более такая, скажем так, предподготовительная. А здесь более уже такая актуальная. И плюс, если вообще брать самое дно, самое днище, где можно закупить, ну, как раз плюс-минус мы к этим отметкам и пришли. Поэтому, ну, как бы на 85% скидка, даже если отсюда взять, даже почти на 90%. Почему? То есть, во-первых, монета анонимная. Во-вторых, сильно недооцененная. Ну, и в-третьих, соответственно, в накоплении она уже тоже здесь находится порядка там 8 месяцев. Вот, если возвращается к вот этим отметкам, где мы были, как минимум к пикам, то порядка там 5-6 иксов можно будет забрать, а то и больше. Поэтому монета сильно недооцененная, находится в накоплении на дне. Ну, и плюс анонимность, я думаю, и возвращается к тем же отметкам. Я думаю, она себя еще покажет. Это третья монета. Соответственно, давайте еще две. Ну, может быть, бонусом вам дам еще какую-то шестую, посмотрим. А на текущем этапе, что я считаю, стоит еще докупить. Опять же таки, кто хотел, бонусом вам могу дать монета Юма. То есть, она давала иксы перед этим. В целом, я до сих пор ее холжу. То есть, ну, холдю, да. На данном этапе я не скидывал вот эти 2 икса, которые здесь были. Опять же таки, а иск тут определенный есть. Что она может там скомануть, либо еще что-то. Поэтому, учитывайте данный фактор. Но, опять же таки, если кто хотел по ней перезакупиться, либо докупиться, то, соответственно, сейчас такая возможность у вас есть. И как раз мы пришли в ту же зону сильного покупателя. То есть, она у нас вот здесь вообще находится. Да, ну и как раз плюс-минус мы к тем же отметкам сюда вот подходим. Поэтому, я считаю, тоже есть отличная возможность ее докупить. Но это так, это к слову. Если по поводу остальных монет, какие можно сейчас докупить. Видите, у меня многие спрашивали про тот же EOS. Я считаю, тоже сильно недооцененная монета. То есть, чисто спекулятивно закупить ее, я считаю, можно. То есть, как раз мы пришли. Самая жесткая зона такого покупателя, она у нас находится вот здесь вот. Вот, в целом мы плюс-минус почти к ней пришли. Если посмотреть вот здесь, вот мы обновили свои минимумы, понятное дело. То, соответственно, это такая тоже зона, которая у нас является зоной покупателя. И, в целом, на данном этапе монета находится на днище. Если кто не видел, то она находится в жестком накоплении. И, если вернемся на те же отметки, порядка там 5 иксов. Но, если дойдем вообще до пиков, то порядка 7 иксов можно будет забрать. Но, опять же таки, это больше уже на 22-й год. На либо альт-сезон, который у нас пойдет. И, естественно, потянет все остальные альты за собой. Либо, соответственно, как бы по отдельности они будут стрелять. Но, так как мы знаем, что основные монеты и ИОС являются отчасти основной. И, по поводу, какие монеты являются основными, тоже в курсе это все есть. Вот, я там подробно все объяснял, какие монеты закупать в первую очередь. Вот, поэтому такие дела. Вот, и, соответственно, данная монета, по большому счету, я не заметил какой-то активности. В плане новостного фона, либо фундаментала, либо каких-то разработок. Если у кого-то есть инфа, можете скинуть в комментах. Но, по большому счету, какого-то развития я по ней не увидел. Чтобы она там как-то особо развивалась. Но, чисто спекулятивно, я считаю, какой-то процент от депозита можно на нее выделить. Ну, то есть, я считаю, не более 5% есть смысл в нее инвестировать. Вот, поэтому, чисто спекулятивно, ради интереса, а вдруг выстрелить, можно ее взять. Поэтому монета тоже, ну, как бы хаис варенье перебивала, находится в накоплении. И, я думаю, себя еще покажет. Но, опять же таки, если не покажет, то не надо возлагать на нее большие надежды. То есть, это как, знаете, ну, не то, что наравне с высокоисковыми. Ну, такая, монета выстрелит, выстрелит, не выстрелит, окей. Вот, я считаю, что, как бы, у того же XRP выстрелить еще несколько раз. Ну, не один раз, да, потому что еще один памп, я уверен, будет на те же 3 доллара и выше. Вот, а те же там 2, 3, 4, 5 раз и то выше вероятность, чем у данной монеты. Я могу, конечно, ошибаться. Но, если по поводу XRP, стоит ли сейчас докупать. Ну, в целом, если посмотреть, пришли ли мы в зону покупателя. В целом, если понаблюдать. Вообще, самая жесткая зона покупателя у нас, конечно, вот здесь вот. Но, если ориентироваться от текущих реалий, то это хотя бы приблизительно вот данные отметки. Вот, поэтому здесь у нас больше такая подготовительная зона. И, как раз, мы валимся вниз. Поэтому, кто хотел подождать, кто хотел дождаться бритя хомяков, закупить на дне практически, ну, по крайней мере, локальным, как раз, можно будет это сделать. Ну, и последняя монета на сегодня, это Zcash. Я думаю, тут не стоит объяснять, почему ее стоит закупать. То есть, ну, если вкратце, у нее был халвинг 18 ноября 2020 года. Потом, соответственно, у нее дорожная карта, разработчики предоставили ее вплоть до 2025 года. Переход, переход, да, переход с Proof of Work на Proof of Stake у нас произошел в сети. Да, и, соответственно, данная монета является также анонимной, плюс ограниченная эмиссия в 21 миллион. Ну, и прочие другие факторы, которые вы можете изучить самостоятельно. Вот, поэтому, если по поводу того, стоит ли ее закупать, ну, вот у нас жесткая зона покупателя, приблизительно плюс-минус вот здесь. Вот, поэтому сейчас у нас, если посмотреть на вот эти отметки, это как раз такая тоже подготовительная зона перед локальным дном. Вот, поэтому, если вообще прям взять ультра жесткую зону для покупки, ну, это приблизительно вот она находится у нас. Поэтому, кто хотел докупиться, в целом, можно будет это сделать в ближайшее время. И кто там заходил в попыхах и на хаях, ну, то есть, я предупреждал, что можно будет дождаться. Я не ожидал, что, конечно, пролив такой, ну, так сильно продолжат. Но, в целом, можно было ожидать, что, как минимум, мы вернемся к тем же отметкам, там, хотя бы, как минимум, 180-160. Поэтому, ничего тут удивительного нет. Вот, поэтому такие мысли, такие дела, кто до сих пор не закупил Zcash. Ну, и, кстати, что я забыл сказать, что у нее еще, она не сделала перехай. Вот, максимум она там достигала у нас, сколько там, 371 доллар. Это фигня по сравнению с тем, что она даст долгосроки. Поэтому, ничего тут удивительного нет. Видите, росли 2 месяца, сейчас вышли в коррекцию. Поэтому, даже, как минимум, если мы сходим на те же там 800 долларов, а если на 1000, то как раз там 5-6x можно забрать. Если сходим на те же 2, 10x, ну, а здесь порядка там 15, а то и 20x. Поэтому, монета сильно недооцененная. Ну, кто до сих пор не закупил, добавьте ее на свой лист на рассмотрение. Поэтому, такие мысли, такие дела. Всем удачи и всем пока. Жду 600 лайков под данным видосом и записываю следующую часть. Надежный проект, в котором я зарабатываю по 9% прибыли в день, это Inlex.io. Ссылка на проект в описании под роликом.